Субтитры создавал DimaTorzok 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 Д upfront Субтитры создавал DimaTorzok Хочу это доступна Документы его таки Наверное kennечное Детacje По этому что необходимо Для эффективности У pig stimulus а с другой стороны, здесь не всё показывалось, с помощью этого устройства можно было подключать, извините, ваттметр и слон. То есть не тыкаться вот это там в разъём. Правильно, неправильно. А по соответствующей методике подключите ваттметр точки А32 и проверьте напряжение, сравните с задом. Проверьте осциллограмму и сравните с образцом. И вот таким образом это помогало техникам находить, и в результате выяснялось, что где-то неправильное осциллограмма, напряжение, сопротивление и всё остальное. И дальше следовали рекомендации, что делать в этом случае, куда идти, ну то есть разветвлённый вот этот амболитом диагностики, который мы находили почти один. Процесс развивался. Между прочим, заметьте, что уже в 30-е годы трейлер автомобиля было принято застилать, ну чтобы случайно так, нацарапать, на него стирать, вот так. Вот здесь вы видите специализированный стенд для проверки генератора. То есть там бредомо заложены альтерметры, вальтметры, нагрузочные сопротивления, ну и прочий, так сказать, реостат, который изменял напряжение. И таким образом помогало, то есть не просто вальтметр, это лампочка, а уже специализированный какой-то тест. В 70-е годы процесс развивался, появились мотор-тесты, потому что уже появились первые компьютеры. И уже это позволяло, извините, телевизор надо встроить. И компьютер, в общем-то, какую-то, не какую-то информацию мог анализировать, выносить по нему суждения и обрабатывать. То есть помогать этому, с того же технику. В 80-х годах это превратилось в такие вот стойки, которые неподъемные. Они неподъемные, первое, по цене. Второе, они могли быть массовыми. Массовый такой фарш не поставишь через фарш 10 километров. Хотя он нужен для проверки состояния конкретного автомобиля. Всех средств, в общем-то, хватало, все было замечательно, можно было ремонтировать автомобили, но возникла одна определенная проблема. Которая заключалась в том, что примерно в 60-е годы, кто-то старше помнит, советские газеты обликовали про ужасы на Западе, когда показывали японского полицейского, который за загазованностью улиц работал на морнике с кислородной маской. И это не потому, что там кто-то специально что-то жил, а потому что токсичность и количество выхлопных газов был настолько большим, а в Соединенных Штатах, в Калифорнии в частности, настолько, то в год наблюдалось 6-8 на весь город атак с моком. Когда весь город заволакивался вот такой огромный туман, только не туманом, но глины, а это был туман, естественно, из вот этих вот продуктов, которые выхлопные газы. И не заботясь о населении, о его здоровье, государство не могло наблюдать. А тем более вы понимаете, в Америке, Силмании, что там где из мотора меньше, чем 6-ти гитров, так это просто считалось какая-то игрушка, в том рынке, по крайней мере, а соответственно и экологические все эти вопросы. И в результате концы 60-х годов, независимо, в Соединенных Штатах и в Японии, где особенно это были атаки массовые, и просто смертность, которая в эти моменты возрастала, она просто неимоверно вот такие вот. Поставили задачу перед актопроизводителем, чтобы актопроизводители каким-то образом начали с этим бороться, то есть его нельзя было отпускать на самотек, и чтобы система, которая управляет подачей топлива, естественно, уже и жектор, занималась проверкой своего состояния. И главное назначение, которое было задоложено тогда, в конце 60-х годов, особенно того, что влияет на токсичность, на вредность, ну, окружающей среде, а человек это просто кусочек, это окружающая среда. Потом мы к этому вернемся, но, пожалуйста, это забудь, что основная была цель, не для того, чтобы машина быстро ездила, или для того, чтобы она хорошо ездила, а главное, чтобы она не приносила экологический вред окружающей среде или, соответственно, ну, городском и прочем, у себя. И после этого, они, когда требования были разработаны, то, естественно, и внедрили не сразу, до завтрашнего дня, потому что автопроизводителем надо было, я прошу прощения, часокрепу, или совместно закладывать все дела. В 1963 году первые юридические требования, которые обижали, не просто так, вот сколько хочет, вот она дымит себе и может дымить всю оставшуюся жизнь. Нет. В 1970 году сказали, стоп, если автомобиль больше, чем задано, то, извините, он юридически не имеет права быть использованным. И в 1982 году были окончательно сформулированы, и дены вот эти требования уже непосредственно в компьютерах. То есть сначала просто ограничили количество выбросов. А в 1982 году уже, что должны делать компьютеры с точки зрения снижения и защиты окружающей среды от отчетных выхватных результатов. И в 1988 году было потребовано государствами и, соответственно, реализовано производителями, это вот те самые системы самодиагностики. Тема самодиагностики, это невозможно с водителями считать, или в техниках считать коды. Это система, которая заложена в сам компьютер, и он самодиагностирует себя. Датчики, исполнительные устройства, правильность работы, корректность. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...